Музыка Гость экологической библиотеки Алексей Александрович Большаков, заведующий сектором природы Мурманского областного краеведческого музея. Алексей Александрович, что сподвигло Вас создать именно такую выставку, посвященную природе? Наш край во многом уникален, несмотря на свою суровость. Природа здесь весьма разнообразна, но она находится в таком ранимом состоянии. И поэтому, конечно, выставки, направленные на охрану природы, они нам необходимы. Необходимы для экопросвещения, необходимы для организации какого-то научного сообщества, ну и для того, чтобы сплотить всех специалистов, направить в нужное русло, осветить основные острые вопросы сохранения природы, рационального природопользования. Ну, поэтому, конечно, большой раздел, большой пласт мы отводим к экологическим выставкам и выставкам, направленным на сохранение наших уникальных природных ресурсов. В экологической библиотеке я первый раз и очень приятно участвовать в проекте «Семейный эко-драйв». Ну и выставка, конечно же, послужит образовательным таким элементом для семейных посетителей. В каких городах Мурманской области данная выставка уже побывала? Ну, выставка уже побывала в Кандалакше, Кавдоре, Манчегорске. Она уже была в музее истории города Манчегорска. Посетила музей Лавозера, Умбы. Ну и вот теперь вновь она вернулась в Манчегорск, где зритель может познакомиться с нашими уникальными природными ресурсами и особо охраняемыми природными территориями. Помимо природоохранных законодательных актов и организации рационального природопользования, большой вклад в сохранение экосистемы в целом, природных ресурсов вносит организация особо охраняемых природных территорий. В Мурманской области, Мурманскую область можно назвать практически передзавиком этого, немногие регионы могут похвастаться одним-двумя заповедниками, а у нас их целых три. Вот выставка «Заповедные места Кольского полуострова» как раз-таки посвящена особо охраняемым природным территориям Мурманской области. У нас около 10% всей территории области имеют статус особо охраняемым. Это довольно большой процент. То есть этому в Мурманской области у нас отводится очень высокое значение. Всего организовано было с 30-х годов три заповедника, более 10 заказников федерального и регионального значения и более 50 памятников природы. В последнее время производится организация природных парков. Организация особо охраняемых природных территорий в Мурманской области началась в 30-е годы. Первым был организован государственный заповедник Лапланский, который впоследствии приобрел статус биосферного. В 1930 году, недалеко от будущего города Мочегорска, как раз-таки для сохранения дикой популяции северного оленя и крупных млекопитающих, был создан первый наш заповедник Лапланский государственный биосферный заповедник. Через два года для сохранения не менее ценного ресурса, обыкновенной гаги, которая пострадала из-за сбора пуха в начале 20-го века, в 1932 году на островах Кандалакского залива и Баренцева моря был создан Кандалакский заповедник. Второй наш, вот как раз-таки для сохранения популяции ценной утки, обыкновенной гаги. Ну и самый молодой заповедник, который создан совсем недавно, чуть менее 30 лет ему, это заповедник Пасук. Создали в 1992 году на границе с Норвегией для защиты водно-болотных угодий и старовозрастных сосновых лесов. Таким образом, вот Мурманская область может похвастаться сразу тремя заповедниками, что очень редко для других регионов нашей страны. Помимо создания заповедников для организации генерационального природопользования, создаются и другие особо охраняемые территории с менее строгим режимом охраны. Это заказники. В Мурманской области их насчитывается более 10. Три заказника федерального значения, остальные же имеют региональный статус. В заказниках, в отличие от заповедника, можно производить хозяйственную деятельность, собирать ягоды, грибы, ну и, как правило, они создаются для охраны определенных видов биологических ресурсов. Есть комплексные заказники, которые созданы для того, чтобы увеличивать численность охотничьих ресурсов и регулировать пользование ими в определенное время. Есть узконаправленные заказники, например, рыбохозяйственные, созданные на реке Паной, варзуги, которые охраняют нерестовые стада ценных пород рыб. В основном это, конечно же, семга. Некоторые заказники, например, Симбазирский, направлены на сохранение популяций очень редких видов животных, таких как, допустим, европейская жемчужница, которая в свое время из-за добычи жемчуга пострадала практически популяцией на 99,9% во всей Европе. Ну и вот Кольский полуостров – это одно из немногих мест, где этот морюск еще водится, и, конечно, для его охраны требуется создание особо охраняемых природных территорий, чтобы этот вид остался у нас. Помимо заказников, в Мурманской области находится и еще одна особо охраняемая, еще одна организация, которую можно отнести к особо охраняемым природным территориям – это полярная питьки, ботанистский сад, институт имени Аврорина. Хотя площадь его небольшая, всего лишь чуть более полутора тысяч гектаров, но, тем не менее, имеет статус особо охраняемой территории, и биоресурсы, и, собственно говоря, экосистема в целом находятся там под охраной. Организация особо охраняемых природных территорий продолжается и по сей день. Буквально за последние 10 лет были образованы новые заказники. Это заказник Кайта в Кандаларском и Кандорском районах. Лапланский лес рядом с Лапландским заповедником является как буфер такой для сохранения природных ресурсов помогает в этом заповеднику. В последнее время началась организация природных парков. Это еще один вид особо охраняемых природных территорий, но вот с менее такой жесткой системой охраны. В основном направлен на увеличение туризма, но в то же время и поддержание экологического равновесия и баланса. Вот первый природный парк, который был организован, это природный балк полуострова Рыбачий и Средний. Впоследствии за ним, вот недавно совсем, был организован природный парк Кораблек рядом с заповедником Пасвик в Печенском районе. Ну, тоже своего рода являющийся буфером, охраняющим уникальную природу заповедника. Ну, и сейчас организован еще один природный парк в Хибинах, природный парк Хибины. Вот, очень долго в его организации было множество вопросов, конфликтов, но, тем не менее, работы в этом направлении ведутся, и особо охраняемые природные территории организуются новые, выявляются новые, и, надеюсь, будут выявляться и в будущем. Наш регион находится на севере, поэтому природа его весьма ранима, но, в то же время, здесь многие животные, растения, находятся на границе своего ареала северного. Помимо того, Кольский полуостров это геологическая жемчужина России и даже мира. Поэтому некоторые уникальные природные объекты в научном или в каком-то природном плане, уникальные природные объекты вычленяются и получают охранный статус, становясь памятниками природы. В Мурманской области четыре памятника природы федерального значения. Это гидрологический памятник озеро Могильное на острове Кельдин и геологические памятники астрофериты горы Эрес-Локчор, эпизодиты мыса Верхний Наволок и залежь юбилейная на горе Карнасурт в Лавазерском районе. Озеро Могильное уникально, аналогов в мире ему не так уж много. Уникально оно тем, что по своей солености делится его вода на три слоя. Верхний слой пресной воды, где живут пресноводные обитатели, нижний слой морской воды, где обитает эндемик этого озера Кельдинская треска, ну и между ними солоноватый слой солоноватой воды. Ну, Могильное, оно, возможно, названо потому, что в самом низу, на больших глубинах залегает сероводород, который на поверхность не пускает пурпуровые бактерии. И если этот сероводород проникнет через слой пурпуровых бактерий, то, возможно, это озеро станет общей могилой для всего в нем сущего. Астрофилиты Горри Эс-Лох-Чор, находящихся в Хибинах, не имеют мировых аналогов. Такие скопления астрофилита в виде струй, солнц, кристаллов находятся только в Хибинах и только, обнаружены только вот на горе Эс-Лох-Чор. Помимо памятников федерального значения, существует более 40 памятников регионального значения. К ним относятся как гидрологические, это в основном наши крупнейшие водопады на реке Шоуни-Йоки, Чапама, Чаваньга, лечебные грязи Палкиной губы. Есть региональные памятники геологические, удивительные скопления амазонитов на горе Парусной в Кейвах, флюориты Ялокостровского налволока и знаменитые амитисты мыса Корабль. Ну, несмотря на охранный статус, из-за постоянной добычи, конечно, в основном поверхностные запасы астрофилитов исчерпаны, но, тем не менее, охранный статус за ними сохраняется. Интересны ботанические памятники природы регионального значения. В основном они создаются в местах произрастания эндемичных растений, занесенных в Красную книгу, ну, а также каких-то уникальных скоплений более крупных растений деревьев. Вот, например, сосны на свалисельной границе ареала также взяты под охрану и имеют статус памятника природы регионального значения. Уникальная можжевеловая роща на возвышенности магазин Мюсюр, ну, и рощи деревьев, посаженные людьми, несвойственные инфродуцентов, например, лиственницы, кедра, также взяты под охрану и наделены статусом памятника природы. Где вы искали материалы для данной выставки? Ну, материалами для выставки послужили, во-первых, фонды Нурманского областного краеведческого музея, Затем, конечно же, пришлось сотрудничать с природоохранными организациями. Это наши основные заповедники Лапланский, Кандаларский, Пасвик, то есть они предоставили свои материалы, которые использованы на этой выставке. Часть материалов предоставило Министерство природных ресурсов Мурманской области. То есть для создания выставки пришлось контактировать практически со всеми природно-охранными организациями нашего региона. Какие виды животных редкие и нуждаются в защите? Ну, редких видов животных Мурманской области довольно много. Со всеми можно посмотреть, познакомиться в Красной книге Мурманской области. К ним относится, конечно, и Северный олень, для защиты которого был создан Мурманской заповедник. Гага обыкновенный, который храняется в Кандалакском заповеднике. Выдра тоже является краснокнижным животным. Но здесь нужно отметить, что не менее редких у нас и растений, даже более видов растений. Ну, и, конечно, охрана должна быть направлена не на какие-то редкие виды животных, а на сохранение экосистемы в целом. Это и растения, лишайники, животные. То есть, все организмы, вся экосистема должна охраняться, не вычленяя какие-то особо редкие, не уделяя им большей степени внимания. скажите, скажите, а кому интересно будет эта выставка? Выставка направлена на любой возраст, младших школьников, взрослых, тут и взрослые найдут новую информацию, и школьники узнают вообще, что такое заповедники, заказники, ну и, разумеется, посетители семейные, могут познакомиться с выставкой, взрослые расскажут детям, может даже это будет и лучше. С помощью данной выставки можно получить много полезной информации, ну и узнать для себя очень много нового. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выставка заповедные места расскажет не только об особых охраняемых природных территориях Мурманской области и где они находятся, но также заставит задуматься о сохранении природы, о сохранении экосистемы, о рациональном природопользовании, ну и, разумеется, в чьих же руках будущее. Будущее севера в наших руках. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин